ну что ж коллеги начнем сегодняшний вебинар у нас посвящен долотом коронкам и зенковкам в именно вебинар будет у нас небольшой поэтому я думаю ну за полчаса управимся начнем мы с долот в ассортименте макеты присутствует довольно таки большое разнообразие долот есть у нас дал это самозатачивающийся пикообразные плоские стамески желобчатые лопатчатые зубчатые пластины и шаберы ну обо всем поподробнее начнем мы самозатачивающийся долот основная фишка данных долот в том что они сохраняют форму рабочей части во время работы что позволяет увеличить производительность то есть данные долоты изнашиваются равномерно то есть если в обычных долотов тупица наконечник да то тут он не тупица он равномерно изнашивается также равномерно изнашивается боковины поэтому далато служит дольше ну насколько дольше тут вопрос как его использовать да ну примерно где-то раза в два как минимум она будет служить вам а может быть и больше даже 34 зависимости от того как им пользоваться что же есть в ассортименте макеты долота sds плюс есть плоские пикообразные и широкие то есть ну самые распространенные типы и также есть sds max пикообразные плоские и широкие у пикообразных долот особенность том что у них дизайн оконечника в форме звезды который позволяет ему всегда оставаться острым данные долота у нас производится в германии поэтому они довольно таки дорогие но отличаются отменным качеством и к образные долота один из самых распространенных типов пользуются большой популярностью применяется для оголения арматуры при подгоночных работах реконструкции стыков также разрушение бетона есть самые разные хвостовики sds плюс sds max и для наших самых тяжелых перфораторов это 28 6 шестигранник и 30 миллиметров шестигранник плоские и широкие долота также один из самых распространенных типов применяется при удалении штукатурки грязевых отложений скалывание плитки удаление выступов на бетонной обшивке в принципе главное отличие до плоского широкого то что уж у широкого наконечник шире на принципе это уже следует из названия также все типы хвостовиков sds плюс здесь max 28 6 и 30 шестигранники жилобчатые долота и канальные долота с направляющими они у нас применяется для формирования каналов например также для газовых водяных линий линии электропитания тут хвостовики у нас только sds плюс и sds max стамески ну стамески есть кстати не у всех производителей в ассортименте предназначены эти у нас и долота для каких-то плотницких работ для удаления древесины и например для удаления там старых оконных рам хвостовик у нас только здесь sds плюс патчатые долота есть разных форм есть даже форме обычной садовой лопаты обычно такие у нас долота форме садовой лопаты применяется до для скапывания каких-то трудных почв типа глины да вот на картинке справа видно как это происходит есть лопатчатые долота с изогнутой головкой которые позволяют улучшить поддевание материала ну применяются данные лопатчатые долота для удаления плитки и штукатурки хвостовики сдс плюс и сдс макс зубчатые пластины или по-другому еще их называют бучарды у нас только один артикул это p03 947 хвостовик сдс макс используются они у нас для придания шероховатости или выравниваю поверхности из бетона искусственного или природного камня и наконец шаббер и нас тоже один артикул а 68 161 хвостовик сдс плюс но применяется он для удаления каких-то напольных покрытий плитки в общем такого рода работ также у нас в ассортименте есть наборы долот как и здесь плюс так и с дс макс наборы долот и здесь плюс у нас есть д 051 81 три штучки долот в алюминиевом по моему нас кейсе пикообразная 250 миллиметров одна штука плоская 20 на 250 и широкая 40 на 250 все по одной штуке и d191 80 тут уже идут и буры помимо долот набор из 17 единиц буры от 5 до 14 миллиметров диаметром длато пикообразная две штуки 140 250 миллиметров плоская 20 на 250 и 20 на 140 и широкая 40 на 250 миллиметров и наборы долот с дс макс д 40 571 набора в металлическом кейсе 7 штук пикообразная 40 400 миллиметров плоская 400 миллиметров широкая 400 миллиметров и буры 18 20 22 и 25 миллиметров и набор 528 75 набор из двух штучек пикообразная 400 миллиметров и плоская 25 на 400 миллиметров ну на этом с ассортиментом долот все перейдем к коронкам у коронок тоже довольно таки широкий ассортимент и металлические биметаллический easy change алмазные для уши твердосплавные твердосплавные сдс плюс сдс макс цельные твердосплавные коронки алмазные ну начнем мы с биметаллических коронок самые популярные наши коронки подходит для работ по металлу дереву пластику алюминию диаметры от 16 до 152 миллиметров и длина 38 миллиметров несколько у нас видов адаптеров это d171 70 для коронок от 14 до 29 миллиметров и d171 86 для коронок 31-152 миллиметра и также есть для перфораторов sds плюс это d176 0 3 для коронок 14 20-29 и d176 19 для коронок 32-76 миллиметров также у нас есть били металлические наборы с биометаллическими коронками пользуется тоже хорошим спросом это d639 87 набор коронок 9 штук 19 22 29 35 38 51 54 57 68 миллиметров и также два адаптера соответственно для разных диаметров и набор 639 93 10 13 штук 16 до 76 и также два адаптера для разных диаметра для разных диаметра для разных диаметра для разных диаметров свои адаптера да то есть два вида адаптеров и коронки биметаллический easy change с добавлением кобальта 8 процентов не подходит у нас для металла дерево уже также ими можно сверлить нержавейку пластик алюминий и цветные металлы есть у нас адаптер для них б 115 36 и направляющие сверло и 0 486 в чем же преимущество корона к изи change перед обычными биометаллическими коронками ну во первых это долгий срок службы да и про забыл про диаметры от 16 до 152 и длина 44 миллиметра вот так же важный момент то что у нас начинает потихоньку обновляться линейка коронок о чем мы сейчас поговорим поподробнее потому что изменения такие довольно таки значительные вот но сначала опять же продолжу про основные преимущества до помимо износа стойкости это быстрая замена да то есть если например в обычных металлических коронках у нас адаптер и сначала нужно открутить нижнюю шайбу до чтобы наверно было понятно перемещу сейчас немного на биржи аналитические коронки вот например обратить внимание на d171 86 да вот нижняя шайба она сначала откручивается потом прикручивается сама коронка под там такие четыре отверстия на дне вот нужно совместить чтобы вот эти два отверстия попали да и вот шайбу закручиваешь и этим самым фиксируешь коронку в easy change все просто вставляете сверло вставляете коронку если нужно это все демонтировать то просто оттягивайте патрон вниз и все пожалуйста все готово то есть процесс замены очень простой также есть два специальных отверстия для удаления материала до видно на картинке снизу в принципе они вот позволяют это сделать легко вот ну с преимуществами основными все по сравнению с обычными бименталлическими перейдем к изменениям в самой линейке коронок easy change а что же у нас поменялось поменялась у нас во-первых дизайн то есть старые коронки у нас были такого бирюзового цвета теперь они у нас белые принципе по цвету да как обычные бименталлические коронки это первое изменение самое немало незначительное да а что же у нас более значительно это во-первых у нас изменилась длина коронки то есть старые у нас были 40 миллиметров новые уже 44 и также у нас сам слой кобальда до изменился покрытия то есть если раньше это был 1 и 6 то теперь это уже 4 миллиметра за счет чего опять же увеличилась износа стойкость коронок также еще изменения у нас в направляющих сверлах в новой линейке они стали длиннее старые 80 миллиметров новые 85 и изменился хвостовик в старой линейке у нас 25 миллиметров по длине в новый он стал 17 из-за этого есть нюансы а именно то что данные сверла не подо все подходят вот это немаловажный момент потому что принципе у нас старые сверла уже все больше не продаются сток закончился продаются только новые поэтому остановлюсь этом поподробнее то есть для старого у нас адаптера b 115 36 подходят только старые сверла b 115 42 но опять же этот адаптер подходит под новые коронки старые коронки то есть тут проблем нету и новый адаптер и 0 4070 он несовместим со старыми сверлами подходит только новые вот но опять же он совместим со всеми коронками старыми новыми то есть тут проблем не возникнет основная проблема этот сверлах то что они не подходят поэтому тут нужно быть внимательными и учитывать данные особенности здесь приведена сравнительная таблица какой артикул на какой меняется я ее оставлю соответственно после вебинара вы получите запись и саму презентацию поэтому сами внимательнее там уже кому интересно будет посмотрите вот как отличить и новый артикул от старого новый артикул начинается на е старый у нас б пока ассортимент новых артикулов небольшой где-то там наверно четыре штуки если я не ошибаюсь новых артикулов вот подавляющее большинство коронок у нас старого артикула вот поэтому вот так ну и перейдем коронкам алмазным для ушей подходит они для разных ушей моста 15 до 230 миллиметров данной коронки только для сухого сверления отличаются они износа стойкостью метод нанесения алмазного зерна здесь вакуумная впайка довольно таки надежная обеспечивает хорошую износу стойкости зерно здесь крупный опять же что облегчает засверливание диаметры у данных коронок от 5 до 83 миллиметров и длина от 54 до 57 в зависимости от диаметра подходит у нас ли бетоном рамор и керамической плитки особенно что тут нужно засверливаться под углом да и далее вращательными движениями потихоньку идти то есть просто поставил коронку и начал засверливаться здесь так не пройдет коронки твердосплавные здесь у нас твердый сплав также нанесен крупными зернами что опять же увеличивает износ стойкости скорость засверливания диаметры у нас от 30 до 83 миллиметров и длина от 54 до 57 зависимости от диаметра самой коронки подходят они у нас для плитки и для кирпича используются они у нас совместно с адаптером до 500 1253 он идет уже сразу с направляющим сверлом и отдельно также у нас продается направляющие сверло до 512 69 90 миллиметров длина коронки твердосплавные здесь плюс с креплением м16 данные коронки уже как раз подходят для бетона и также для природного кармеля и кирпича используются они у нас совместно с адаптерами адаптеры у нас двух длин до 677 45 это у нас 105 миллиметров и п 6771 это 370 миллиметров адаптер идут без сверла сверло покупается отдельно п 640 347 центрируешься сверло 8 на 120 ну и справа собственно говоря можно видеть схему использования как-то вся красота у нас собирается диаметр данных коронок от 40 до 80 миллиметров и длина 50 миллиметров и также у нас в ассортименте до отмечу что вот эти коронки у нас производится в германии цена довольно таки высокая на них и не так давно у нас в ассортименте появились аналогичные коронки но с креплением м22 они также подходят для бетона камня кирпича диаметре от 40 до 82 и длина 72 миллиметра асимметричное расположение расплавных напаек улучшает скорость засверливание износоустойчивость используются они у нас совместно с адаптером d739 94 длина 200 миллиметров и d739 72 это нас центрирующие сверло 8 на 110 миллиметров также данные коронки есть сразу сборе то есть не нужно покупать ничего отдельно это d740 27 коронка 82 на 175 миллиметров и d740 1168 на 175 миллиметров как раз самый популярный диаметр для подрозетников во все у нас наборы входят центрирующие сверло и адаптер ну по ценам до чтобы было понятно с предыдущими коронками например возьмем тоже вот 68 миллиметров коронку вот м22 она у нас производится в китае будет стоить в районе тысячи тогда как немецкие коронки будут стоить районе 5000 то цена примерно разница в пять раз около того но немецкие они немножко более износоустойчивые но тут уже каждому с каждый сам решает до что ему нужно коронки sds max соответственно тоже у нас используется с адаптерами адаптеров у нас два этап и 144 23 180 миллиметров и p 170 05 450 миллиметров и центрирующие сверло p 144 2310 на 150 миллиметров диаметру данных коронок от 40 до 125 и длина 100 миллиметров справа внизу у нас есть схема использования как это все крепится собственно говоря подходит для бетона кирпича и есть также у нас в ассортименте коронки sds max твердо твердосплавные цельные особенность их в том что они неразборные да то есть у них фиксированная длина поэтому тут увеличить никак не получится они продаются без центрирующие сверла сверло покупается отдельно это п 038 80 038 38 11 на 120 миллиметров и диаметры у коронок 100 125 и 150 миллиметров у нас идут с длиной 550 миллиметров и диаметры 50 68 80 с длиной 290 миллиметров подходит также для кирпича и камня бетона ну и коронки алмазные для мокрого сверления подходит для наших моделей dbm 131 dbm 230 крепление у них одна и одна четверть поэтому для dbm 131 нужен у нас адаптер потому что dbm 131 у нас идет с креплением м 18 вот и для dbm 230 тут ничего не нужно так как уже машинка сама идет скреплением 1 1 четверть поэтому просто используем без адаптера диаметры от 32 до 225 миллиметров и длина 400 до 500 миллиметров ну на этом с коронками все переходим к зенковкам по моему эту тему еще ни разу не освещал ну ассортимент зенковок у нас небольшой важная особенность в том чтобы не путать зенковки и зенкеры да это разные вещи зенкер он больше похож на сверло и служит для улучшения качества обрабатываем поверхности а также для увеличения диаметров отверстий да но там небольшие увеличения там доля миллиметра станут или улучшение качества поверхности вот как я уже сказал больше похоже на сверло только больше режущих кромок для как раз таки улучшение качества поверхности зенковки же у нас служит для по проделыванию отверстий до для выемок таких ложменок для крепежа для винтов шуруповертов а наиболее спространенный у нас зенковки с заточка 90 градусов да так как у нас принципе именно вот эти винты и шурупы наиболее распространенное в россии есть и собственно говоря другие но наиболее распространенные именно 90 градусов ну собственно говоря что же у нас есть в ассортименте а у нас есть зенковки цилиндрические 7 кромок выполнены они у нас из легированной стали подходят для неглубокого сверления до чего важная особенность зенковки да там есть где мало кромок условно говоря 3 где есть много кромок обычно зенковки с небольшим количеством кромок используется для глубокого сверления а с большим количеством кромок уже для неглубокого сверления так вот с 7 комками у нас подходит для неглубокого сверления фасовика у нас шестигранник подходит для зенкования в дереве пластике металлах не содержащих железо и чугуна цилиндрические зенковки 5 кромок выполнены уже из быстрорежущей стали цилиндрических хвостовик также подходит для неглубокого зенкования подходит для дерева пластика чугуна легированной стали и там цветных металлов конические зенковки 3 кромки как раз то о чем я говорил походит для более глубокого зенкования выполнены из быстрорежущей стали несколько типов хвостовиков это цилиндрический и хвостовик си форм а подходит для дерева пластика цветных металлов чугуна и лидированной стали и также зенковка с поперечным отверстием здесь уже идет градус у нас 82 особенность в том что она выполнена из-за уже с добавлением кобальда поэтому подходит также и для нержавеющей стали собственно говоря что дает вот это поперечное отверстие она дает вот от вот стружки да если предыдущей зенковки отвод стружки не происходит стружка все остается в отверстие то тут стружка выходит через это поперечное отверстие она образует на конусе две режущие кромки и собственно говоря является каналом для вывода стружки и также у нас есть набор сверлы по дереву зенкерами d7355 4 единицы и также в комплекте еще идет ключ ключ для собственно говоря откручивания сверла или для регулирования их длины да то есть в табличке ниже можете увидеть на собственно говоря минимальную и максимальную длину на которую можно вытащить сверло основное удобство то что не нужно выполнять несколько операций а тут сразу идет и сверление и зенкование то есть тем самым экономим время подходит они только по дереву ну там dvp dsp ну в общем по металлу использовать их нельзя ну на этом собственно говоря у нас все как я говорил 30 минут уложились есть какие-то вопросы задавайте чуть позже отправлю всем ссылки на наш яндекс диск с записью вебинара и самой презентации ну если вопросов нету тогда завершим наш вебинар всем спасибо за внимание и хорошего рабочего дня ну